Школьникам, которые в этом году не планируют поступать в высшие учебные заведения, достаточно сдать два государственных выпускных экзамена по русскому и по математике. Причем сдавать их нужно будет в своей школе. Тем, кто планирует поступать в ВУЗы, придется пройти процедуру ЕГЭ. И сдают они в обязательном порядке русский язык. И они должны обязательно набрать минимальное количество баллов для того, чтобы его сдать. И второй, любой предмет по выбору, или один, или два, или три, сколько им необходимо для ВУЗа, тоже в форме единого государственного экзамена. Математику, как обязательный предмет, отменили. Базовой части не будет. Профильную математику выбрали для сдачи более 400 человек. Более 40% выпускников будут сдавать физику. Решение провести итоговые экзамены в таком формате было принято исключительно из-за пандемии. Подобная практика не должна стать постоянной. В Нижегородской области в этом учебном году выпускники учились очно. Но в каких-то регионах России учеба была дистанционной. Основной период государственной итоговой аттестации с конца мая до окончания июня. В экзаменах в девятом классе свои нововведения. Для того, чтобы в этом году детям сдать государственную итоговую аттестацию, получить аттестат, они должны сдать русский и математику в обязательном порядке в классической форме в пунктах проведения экзаменов. То есть они сдают обычный основной государственный экзамен, как это всегда было раньше, в пунктах русский и математику. Единственное изменение касается предмета по выбору. Ребята будут писать его в виде контрольной работы в своей образовательной организации в мае до начала периода государственной итоговой аттестации. Что касается выпускного, то массовые мероприятия пока запрещены. Поэтому на сегодняшний день не планируется никаких привычных вечеров. Екатерина Пёнова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.